Ну чё подписота, здорово! Изначально я хотел сделать видео игры в банде по старой схеме, но когда начал размусоливать эту тему с чатами, текста оказалось так много, что я решил сделать для этого отдельное видео. Название видео «Туду для лохов» лишь потому, чтобы привлечь ваше внимание. Не принимайте близко к сердцу. Я заметил сейчас большое внимание некоторые игроки уделяют тому, что нельзя использовать некоторые команды типа «Ами», «Ду», «Туду». Особенно если это касается Крайма, Гетто, а нужно использовать только «Ми». А ещё важно, какой длины твоё действие. Я нихуя на самом деле не понимаю, кто вообще придумал эти все невъебенные правила и почему заставляет и указывает другим игрокам, как играть. Я вам скажу, что постоянно всё менялось. То короткие действия были в моде, то длинные, потом снова короткие. И сейчас я полностью объясню своё мнение. И мне как-то всё равно, если оно не вяжется с вашим, оно у меня уже устаканенное за долгие годы игры. Давайте разберёмся по правилам сервера и вообще по здравой логике. Итак, команда «Ми» у нас используется как действие «Действие». Услышали, да? «Действие» от первого лица. А «Ми» тоже используется как действие от первого лица, но его нужно использовать только если вы в большой компании и ваши действия не имеют никакого веса. Если у вас играет 2-4 человека, можете писать всё в «Ми» без проблем, чат не забивается. Но если рядом 10 рыл, то «Ми», как вы оглянулись, плюнули на землю, почесали за лупу, там, подкрыли сигарету и другое, что-то бесполезное, это всё пишется в «Ми». Дальше команда «Ду». Она используется для описания от третьего лица, а также вопросы к другим игрокам наподобие «Имеет ли Престон отличительные черты местной банды Блац?» И Престон ответит, имеет ли он символику местной банды или нет. Кто-то может поспорить, мол, нужно писать «Ми», нам, допустим, не имеет символики местной банды. Да, грамотно она выглядит нормально, но вы не забывайте, что команда «Ми» изначально и вообще используется для действий от первого лица. А то, что сейчас на экране, это не действие, это описание от третьего лица. И для этого придумана команда «Ду». Также в «Ду» можно писать описание состояния вашего персонажа от третьего лица. Например, можно заметить, что Престон чувствует себя плохо, у него растерянный взгляд, он опирается об стену. Но подобное также можно написать и в «Ми». И будет это выглядеть, что Престон чувствует себя плохо, у него растерянный взгляд, он опирается об стенку. И первое, и второе будет выглядеть вполне нормально визуально, грамотно, построенно. Лично я, я не вижу проблемы, это будет написано в «Ду», либо же это будет написано в «Ми». Визуально и по грамотности это выглядит нормально. Что касается команды «Ту-Ду», я когда-то просил, чтобы люди не использовали ее. Объясняю. Вы можете использовать эту команду на самом деле, но делайте это не в каждом предложении, и только в случаях, когда она действительно нужна. Она вообще сделана для удобства, когда разговор вашего персонажа и действия нужно вместить в одну строчку. Лично я не помню, когда использовал ее в последний раз, но если, допустим, мне одновременно нужно будет сказать «Пизда тебе, ублюдок, ты сейчас подохнешь», и достать при этом ствол, чтобы не дать шанс вот этому другому игроку среагировать раньше, я буду использовать «Ту-Ду». В таком случае она будет вполне оправдана, удобна и полезна. А если вы используете «Ту-Ду» не в «Попа», то что? То гореть вам в аду. По поводу длины действий. Лично я придерживаюсь такой теории, что действия должны быть максимально короткими, но при этом другой игрок должен нарисовать у себя в голове картину такую же, которую рисую себе я. Ну, вот дебильный пример, но все же. Кто-то напишет очень кратко, изображает из себя петуха, ну, в плане птицу, там, курицу, да. Как он это делает? Ну, хрен пойми, это уже нужно фантазировать отдельно, а он себе это представляет по одному, я по другому. Я бы написал, например, что вот пародирует петуха, представляет голове ладонь с растопыренными пальцами, изображая хохолок на голове, кукурикает. И, как бы, и один, и второй изобразил петуха, но в первом случае каждый фантазирует по-своему, как он это делает. В моем случае человек понимает конкретно, что я делаю. И мое действие ми, оно вроде и не длинное, и понятное. И, в принципе, тут уже не нужно фантазировать, в принципе, все понятно, что я делаю. Ну, и более банальный пример по поводу длины действий в чате. Кто-то пишет ми очень кратко, подкурит сигарету, кто-то будет расписывать все подробно, как он достает пачку, с пачки сигарету, вставляет в рот, достал зажигалку, подкурил, все спрятал. Это реально задротство. Я же написал бы просто, там, достает из кармана сигареты, подкуривает. Но, если бы это было в толпе, я бы использовал все то же самое, только в команде АМИ. А еще, скорее всего, я бы вообще не тратил время на действия в чат, я просто бы написал команду smoke, и технически все было бы и так видно. Я вообще придерживаюсь такой практики, что если технически видно, что ты делаешь, то это не нужно писать в чат действий. Ну, вот, типа, стоит на 84-й, да? С одной стороны, он обозначает, что это за улица, для тех, кто не знает этого. Вроде все нормально, да? А с другой стороны, ну, это на самом деле бесполезное действие. Для всех остальных игроков. Ведь, ну, вот, представьте, что каждый будет писать, что он вот стоит на этой улице. Ну, это будет пиздец, серьезно. Ну, а вообще, я скажу так. Я считаю, что каждый может писать так, как ему это удобно, как он считает нужным. Ну, конечно же, если это выглядит грамотно, и не нарушает правил сервера. Если оно грамотно и выглядит нормально, то мне похуй, это написано в МИ или ДУ. И все, вот, допустим, какие-то замечания, что я делал в этом видео, это просто замечание. Я никогда не заставляю людей писать так, либо же иначе. Человек как хочет, так и пишет. Главное, чтобы это не нарушало правил сервера. И было грамотно. Ну, и еще огромнейшая просьба. Забудьте за Б-чат. Если хотите что-то писать, то делайте это в ПМ. Но это не значит, что нужно забивать мне ПМ-чат, парни. Реально, потому что я уже на своих стримах во время общей игры я отключаю ПМ, потому что слишком много сообщений. Парни, забудьте вообще за ООЦ-чат. Мы в игре. Используйте IC. И, в принципе, что? Ну, не мешайте другим игрокам с Б-чатом. Если вы считаете, что я не прав, и команду Ду или Туду не стоит использовать его вообще, то, пожалуйста, объясните почему. Может, я что-то где-то пропустил и просто записал нелепое видео. Я нормально воспринимаю критику и иногда меняю свои мнения, если меня переубеждают адекватными аргументами. Ну и, парни, я неоднократно говорил это на стримах. Я хочу получать доход с Ютуба, чтобы избавиться от одной из своих работ в жизни. Тогда у меня будет больше времени, я буду заниматься любимым делом, проявлять больше активности на Ютубе и в игре. Когда число подписчиков будет тысяча, я запущу рекламу. Прайс-лист будет у меня в паблике, на ценами я пока думаю. Вы, кстати, можете мне с этим помочь, так как я в этом ни хрена не смыслю. И первые три заказчика получат скидку в 20%. Ну, как-то так. Ну и на этом все. Залетайте ко мне в паблик, подписывайтесь, там тоже куча интересного. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok